Мамадыш, признанный самым благоустроенным городским поселением России, продолжает озеленяться. Улицы города активными темпами пополняются саженцами декоративных кустарников. Посадка деревьев в Мамадышском районе всегда носила массовый характер. Не стал исключением и год текущий. Каждую весной осень коллектив предприятий и организация города выходят на закрепленные за ними участки и вносят свою лепту в благое дело. Так местные журналисты, сотрудники филиала Татмеди, информпечательных Ротвятка высаживают рябину. Самый благоустроенный населенный пункт Российской Федерации, Республики Татарстан. Такое звание, такая награда присуждается только тем городам, тем населенным пунктам, в которых проживают настоящие патриоты своего края. Мамадышцы это люди, влюбленные в свой город, которые прикладывают максимум усилий для того, чтобы он всегда благоухал и всех восхищал своей красотой, благоустроенностью и уютом. Мамадышские журналисты наряду с другими предприятиями и организациями ежегодно по осени выходят на улицы города, вооружившись лопатами и высаживают саженцы. Помимо саженцев и инвентаря, сотрудники коллектива позаботились и об элементе одежды, приобрели галстуки в цвет зеленых насаждений. В сохранении и приумножении лесных массивов в зеленых зон должны быть заинтересованы все члены общества, уверены журналисты. Не стоит забывать, что лесные насаждения – это легкие нашей планеты. Встают сады в родном моем краю, вокруг полей стеной зеленые. Тем горжусь, что в дружном том строю есть дерево, посаженное мною. Хочу сказать, что испытываю сегодня колоссальное удовольствие от того, что накануне выходных вот в таком вот ярком, веселом виде, в такую чудесную погоду смогла покинуть пределы душного офиса и в компании своих коллег заняться таким благим делом. Саженцы привозят из набережной Челнинского гор зеленхоза, а также местных питомников. Сегодня на территории Мамадышского и Камского лесничеств выращивают несколько десятков видов деревьев и кустарников. По словам руководства организации вне посадки леса, саженцы коллективам предприятий, организаций и учреждений выдаются бесплатно. Нужно лишь заранее подать заявку. У нас тут растет сиенцы сосны, сиенцы гель колючих, нынешний посев, и тополя, укорененные тополя, и еще школа ели. Для озеленения имеется школа рябина обыкновенной, сирень, можжевельник много очень. Кому надо, могут обратиться за посадочным материалом к нам. Стоит отметить, что мамадышские трудовые коллективы не только высаживают деревья, но и заботятся об их дальнейшей судьбе. Данную работу мы проводим дружно всем районам. За каждой организацией есть свои закрепленные участки, свои улицы. Каждая организация ежегодно свои участки обновляет, сажает новые деревья. Таким образом, проводя эту огромную работу ежегодно, наш район и наш город, он становится все краше и экологически чище. Территория мамадыши поделена на несколько участков, каждый из которых закреплен за коллективами тех или иных предприятий и организаций. Как сообщает в исполкоме города, 78 улиц и переулков мамадыша поделены на 100 участков и переданы такому же количеству трудовых коллективов города. Стараниями мамадышцев молодые деревья уже красуются на улицах Давыдова, Карла Маркса, Гаяза, Исхаки, Ленина, Толстого и Вишневская. На данный момент работниками организации города уже посажено 1200 сосен, 200 яблонь, 150 рябин, 150 саженцев липы и 2000 спиреи. А зеленение продолжится до конца октября. Эльмир Минникаев, Фаэль Шихуддинов, Рамзеля Багуддинова. Новости Татарстана.